всем привет добро пожаловать на канал сегодня будет обзор моей швейной машины мне часто задают вопрос о том какая у меня швейная машина какие функции она выполняет и вообще нравится ли она мне и сегодня я хочу рассказать и показать поближе свою швейную машину швейная машина моя называется juno e1015 от фирмы janum janum это японский бренд швейных машин покупала я машину в польше и уже пользуюсь ей на протяжении двух с половиной лет вот так выглядит швейная машина с одной и с другой стороны сердечками у меня украсила машинку дочка сверху на машине есть ручка что очень удобно при переноске самой машины в комплект машине входила педаль входила инструкция инструкция у меня на польском языке в инструкции очень подробно и понятно все описано и прочитав инструкцию можно спокойно работать на швейной машине также гарантийный талон 3 года гарантии у меня на швейную машину также в комплекте у меня еще лежали рекламные брошюры в которых можно было ознакомиться с аксессуарами швейными фирмы janum это иглы и лапки также швейные машины для вышивания и если мне что-нибудь понадобится то я могла бы посмотреть что еще есть и докупить и сейчас поближе расскажу о самой машине внизу у машины есть съемный рукав что очень удобно при работе с некоторыми видами изделий также этот рукав можно использовать как дополнительный отсек для хранения различных мелочей и в комплект у меня входило три лапки лапка для вшивания замков лапка для потайной строчки также лапка для обрабатывания петель 3 шпульки распарыватель и три иглы игл к сожалению у меня уже нет и теперь сверху начну о самой машине сверху как я уже сказала на машине есть ручка у на машинке есть два держателя для катушек для работы с двойной иглой также есть держатель для шпульки для наматывания ниток с правой стороны находится маховое колесо и чуть ниже под колесом находится разъем для включения кабеля и сам включатель швейной машины. Также вверху на швейной машине на одном уровне находятся три регулятора. Первый регулятор с левой стороны это регулятор натяжения нити и покрутив его можно настроить нужное натяжение нити. Рядом находится регулятор выбора строчки или регулятор выбора нужной программы и следующий регулятор который находится с правой стороны регулятор длины стежка. Также на нем можно выбрав две буквы С настроить двойную иглу или эластичные строчки и здесь рядом можно увидеть рисунок на котором расположены все виды строчек в машине есть 15 видов строчек либо 15 программ и черным цветом обозначены основные операции это такие как прямая строчка зигзаг и потайные строчки красным цветом обозначены эластичные строчки строчки для шитья трикотажных тканей это также прямая строчка строчка зигзаг декоративная строчка и оверлочные строчки и сейчас для примера я сделаю несколько строчек на хлопковой ткани и на трикотажную и и и и Субтитры сделал DimaTorzok И ниже на машине находится рычаг обратного хода для закрепления строчки в начале и в конце. Внизу у машинки также есть нож для обрезки нитей. Также здесь расположена лапка, которая легко снимается рычаг для поднятия лапки и опускания. Также игла. Иглу можно легко тоже поменять. Внизу при снятии бокса для хранения можно открыть крышку и вытащить челнок. Еще хочу сказать, что сама машина небольшая по размерам. Она не занимает много места на столе. Также очень проста и легка в обслуживании. Машина также не шумная. И, конечно, могу рекомендовать эту швейную машину. Вот такой у меня получился небольшой обзор. Конечно, про машину можно еще много рассказать. Но если у вас будут вопросы, пишите. Я постараюсь на них ответить. Если это видео было вам полезным и интересным, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. А я с вами прощаюсь. Всем пока! Пока!